МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы считаем, что продолжение и дальше такого рода курса неизбежно приведет к обвалу всей экономики. Темпы роста экономики в промышленности упали с 8% до 0, ВВП сократился в 3 раза, прироста почти нет. И крайне необходим новый финансово-экономический и социальный курс, который предлагает наша партия. Мы обосновали это в 10 пунктах нашего протеста против этой политики и требовании отставки правительства и формирования правительства народного доверия, правительства национальных интересов. Речь не идет просто об отставке Ливановых и ему подобных. Речь идет о формировании команды, которая способна верно оценить происходящее и выбрать тот курс, который будет на пользу всем работающим, думающим. Мы внесли целый пакет законов и надеялись, что эти законы будут рассмотрены в ходе местной выборной кампании. Это была редкая возможность обсудить все инициативы и наши, и наших оппонентов публично в ходе открытых дебатов. Но, к сожалению, и прошедшие местные выборы проводились в партии власти как очередная спецоперация. Хочу вам напомнить, что спецопераций в стране было много. Была спецоперация по уничтожению Союза СССР, сегодня все сожалеют. Была кровавая спецоперация по расстрелу нашего парламента, сегодня все вспоминают, как под расстрелы парламента принимали 20 лет назад конституцию. Эта конституция оказалась конституцией президентского самовластия и олигархии. Она не защищает никого из граждан страны и во многом сделала Российскую Федерацию наиболее опасной и малограмотной страной. Меня поражают попытки, в том числе и на некоторых каналах, дискредитировать нашу Академию Новую. Еще раз напомню относительно спецопераций. Значит, уничтожена полностью система профтехобразования. То же происходит с дошкольным воспитанием, наполовину которой ликвидировано. Нечто похожее происходит с нашей школой в результате так называемой ЕГЭ, которая плодит коррупцию в школах и бездарей в учебных заведениях. Сейчас замахнулись на высшее образование и теперь добрались до Академии наук. Недавно собирались все академики. Опубликовано письмо нашего депутата, Нобелевского лауреата Жаре Салферова, открытое письмо президенту Путину. Я хотел бы услышать ответ на это письмо и от моих коллег по другим фракциям. Это письмо поддержали 7 Нобелевских лауреатов, 5 американцев, француз и представители Израиля. Они заявили, что уничтожение российской науки – это преступление не только перед гражданами России, но и перед всеми гражданами планеты. Мы бы еще недавно, наша наука давала каждое третье изобретение в мире. Мы считаем, что в сумме проблемы, которые назрели, должны быть рассмотрены на заседании Государственной Думы. И пакет, который мы предлагаем, пакет законотворческих инициатив, должен быть рассмотрен тоже безотлагательно. Особенно все, что связано с ремонтом избирательной системы. На последних выборах 7 из 10 избирателей не пошли на выборы. Они ногами проголосовали и заявили о недоверии этому курсу, этой политике и тех, кто организует подобные выборы. Я бы на месте Путина и его Рублевского фронта сделал бы из этого далеко идущие выводы. Под флагом «Единой России» почти никто не шел на выборы, но надо предлагать стране реальную программу вывода ЕС-кризиса. Такой программы у «Единой России» нет и не будет. Мы готовы сформировать вместе с заинтересованными лицами коллекционное правительство народного доверия на основе реальной программы. Эта программа у Компартии есть. Основные законы ее будем проводить на сессии данного созыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова